Амикрон наступает. На этой неделе число вновь заболевших в регионе бьет рекорды буквально в ежедневном режиме. Все начиналось с полутора тысяч, а к концу перевалило далеко за две. Учитывая более легкую переносимость штамма, основная нагрузка легла на врачей поликлиник, как взрослых, так и детских. В связи со сложной эпидобстановкой работу диагностического центра среди недели официально переформировали под пациентов с COVID-19. При этом прием плановых тоже не прекратили. Учреждения разделили на две зоны, красную и чистую, причем их строго изолировали друг от друга. Со среды в красной зоне диагностического центра начала работать ковидная поликлиника. Там теперь лечат больных, с которыми не успевают работать городские поликлиники. Речь идет о 14, 1 и 7. В диагностическом по-прежнему делают КТ легких для пациентов с положительным тестом и с подозрением на коронавирус. Продолжает работу главная ковидная ПЦР-лаборатория, где исследуется большая часть всех мазков на COVID-19 в крае. На этой неделе многие предприятия и организации ушли на удаленку, в том числе и правительство края. Основные вузы региона перешли на дистант. На дополнительные каникулы планируют отправить и первоклашек региона. Вновь увеличилась нагрузка на скорую помощь, где в последнее время не хватает водителей. На помощь в это непростое время приходят автоволонтеры. Они развозят врачи и медикаменты к заболевшим. Подробнее о добрых делах, к которым может присоединиться каждый из нас, расскажет Валентина Аскерова. Поспешно выходит из поликлиники, садится в машину. Маленькие пациенты не ждут. Сейчас здесь на учете 500 ковид-инфицированных детей. Если бы не помощь добровольцев, автоволонтеров, помощи медиков пришлось бы ждать в разы дольше. Сколько часов в день приходится ездить? Часы не считаем, а самое главное – отъездить все вызыва, которые поступили. 7-10, когда больше бывает. Сколько будет, столько отъездим. Ребятишек не надо бросать. У меня, во-первых, жена у самого врача. Она в краевой поликлинике работает. Я не понаслышке знаю эту ситуацию. Почему бы не помочь? У меня есть возможность. Я уже пенсионер. С утра только детей отвез, и потом практически день свободный. В Барнауле медиков развозят 20 автоволонтеров. Как минимум, еще столько же смогут закрыть потребность нехватки водителей. Главный врач третьей детской поликлиники рассказала, что помогать доставлять врачей до малышей стремится не только сильный пол. У мам есть такой чат многодетки. И несмотря на то, что мамы сами заняты, с детьми, то есть они приходили и свои услуги именно с машинами и водительские услуги предлагали. Все равно волонтерам приходится иногда с нашими докторами ездить и до 20, и до 20-30. Не отказывают. Автоволонтеры работают на износ. В списке свыше 100 адресов в день. Водитель-добровольцы сейчас просто необходимы. Автоволонтеру очень нужны выходные, потому что сейчас поликлиники работают и субботу, и воскресенье. Буквально вот вчера действительно после выхода материалов позвонил мужчина. Он работает на кафедре в медицинском институте. Отец четверых детей сказал, я в пятницу, субботу, воскресенье готов волонтерить. Поэтому всех призывая, вот 2-3 часа в день, оно очень поможет нашим врачам. Если у вас есть водительские права и вам не сложно выкроить время, позвоните по номеру телефона, который сейчас видите на экране монитора. Либо зайдите на сайт волонтеры-медики. Там тоже можно пополнить ряды помощников. Социальная дистанция и при этом реальная помощь. Волонтеры не только ездят к больным. Как и предыдущие коронавирусные волны, они помогают купить продукты тем, кого сегодня нужно особенно беречь. Самое ценное, что мы получаем, это вот эти вот улыбки бабушек, которые, наверное, ну, мы последние их надежды, которые вот сейчас помогут им там покушать, элементарно принести. На сегодняшний день десятки волонтеров работают и в колл-центрах на базе диагностического центра, а также в ПЦР-лабораториях, поликлиниках города и края. В это почти военное время помощь каждого ценится на вес золота и помогает спасти чьи-то жизни. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А теперь к другой теме. 130 тысяч рублей за квадратный метр. Алтайский край побил свой рекорд по стоимости недвижимости. Лидером гонки по росту цен на жилье оказалась столица края. Теперь стоимость однокомнатной квартиры в спальном районе приближается к 3 миллионам рублей. Причем, вне зависимости, вторичка это или новостройка. Правда, не для всех резкий скачок цен на рынке недвижимости стал минусом. Есть и те, кто благодаря этому смог значительно улучшить свои жилищные условия. Подробнее в сюжете Софии Яценко. Случай Анастасии иначе как фарт не назовешь. Девушка одна из немногих, кто вспоминает начало роста цен на недвижимость с радостью. Несколько лет они семьей жили в однокомнатной квартире. В апреле прошлого года решили расширяться. Планировали брать ипотеку. На тот момент средняя рыночная цена на квартиру в 32 квадратных метра стоила в районе миллиона 400 тысяч рублей. У нас риэлтор приехала и говорит, будем выставлять за 2 миллиона почти. Я думаю, да как так? Цены видели в принципе на недвижимость, а на нет, вот мы будем ставить так. Я думаю, ну хорошо, выставляем за 2 миллиона. У нас не проходит месяца, находятся покупатели. После успешной сделки тут же нашли трехкомнатную квартиру в том же районе. Попадаем на старые цены, то есть еще не все компании, даже у нас риэлтор была частная, не все агентства недвижимости даже еще подняли цены. Мы получается забрали трешку за 2,5 миллиона, когда сейчас на момент у нас стоит 4 миллиона. То есть мы еще и сторговались с агентской конторой. И вот после этого уже через месяц полностью цены выросли на всю недвижимость. И все же тех, кого за облачные цены на недвижимость лишили возможности обзавестись новым жильем в разы больше. В социальных сетях возмущенные барнаульцы продолжают гадать, чего ждать дальше. Снижение цен или рост все-таки продолжится. К жаркому обсуждению подключаются и жители других городов края. Недоумевают, как жить, если взнос за ипотеку теперь равен зарплате. Ау, люди, вы зарплаты видели? У нас в Новоалтайске однушка 3 миллиона. Не пойму, что творится с ценами. Такое чувство, что все сошли с ума. Цены сравняли с мегаполисом. Тем не менее, барнаул с низким уровнем зарплат. Вот бы зарплата так росла. Январь 50 тысяч, февраль 75, март 130. Когда в городе за неделю квартира возрастет на 600 тысяч рублей, это не норма. В Барнауле не должно жилье столько стоить. Специалисты отмечают, на сегодняшний день ситуация на рынке недвижимости действительно критичная. Квартиру в ипотеку однокомнатную за 2 миллиона рублей, из которых платеж по ипотеке составлял бы у меня 10-12 тысяч рублей, но я бы жила в своем жилье, то сегодня такая квартира стоит 3 миллиона рублей. Я должна буду платить 23 тысячи рублей за ипотеку. Соответственно, мне проще снимать за 15 тысяч, 18 тысяч рублей. Это мне дешевле будет, чем я буду платить ипотеку плюс коммунальные платежи. Вот только с таким спросом на аренду ее стоимость тоже растет. Причем цены на квартиры в старых домах почти не уступают предложениям в новых. Будут ли расти цифры с нулями и дальше, точный прогноз специалисты давать не спешат. Говорят, будущее рынка недвижимости будет зависеть от спроса и уровня инфляции. София Иценко, Алексей Фризин, День с толком. Жители Алтайского края недоумевают, откуда взялись такие неадекватные цифры на стоимость жилья и сколько будет продолжаться рост цен. Так что происходит с рынком недвижимости в регионе, каковы прогнозы на ближайшее будущее, об этом мы говорили с председателем комитета Алтайской торгово-промышленной палаты в сфере строительства и рынка недвижимости Мариной Ракиной. Расскажите, как обстоит ситуация с рынком недвижимости в Алтайском крае? У нас на самом деле очень интересная обстановка с недвижимостью в Алтайском крае. Конечно, фаворит – это город Барнаул, который каждую неделю, каждый месяц проходит какие-то исторические максимумы. В декабре месяце мы преодолели отметку 130 тысяч за квадратный метр на первичном рынке за жилье, там 20 с небольшим квадратных метров. Мы перешли отметку спроса, оттока спроса на первичный рынок, когда наши уважаемые клиенты говорили, зачем мне покупать за такие дорогие деньги квартиру на первичном рынке, я могу купить дешевле за квадратный метр квартиру на вторичном рынке, но с ремонтом в свежем доме, то есть это дома, там только что сданные, там, или год, или два, или три. Однако сегодня ипотека на вторичный рынок, которая начала двигаться в сторону увеличения процентная ставка, тоже притормаживает этот спрос. И мы наблюдаем сегодня некоторое такое охлаждение спроса вообще по всей, да, и по первичному, и по вторичному рынку. На первичном рынке пока еще поддерживается история тем, что, во-первых, льготная ипотека все-таки под 6%, и, во-вторых, в том, что новые ЖК выходят, и есть уверенность у наших инвесторов, клиентов, что они еще смогут отбить эти проценты, эти деньги и заработать на этом. По вторичному рынку пока идет такой выбор из того, что есть. На самом деле квартир не так много выставлено сегодня на вторичном рынке, и продавцы межуются, то ли им сейчас продавать, то ли еще чего-то подождать. А подождать мы пока тоже не понимаем, чего, потому что в первую очередь мы предполагаем, что будет некая затишье спроса в определенном формате, да, что будут проходить эти исторические максимумы путем осознания, надо ли мне сейчас продавать или подождать какого-то другого периода. Поэтому сделки все равно идут, спрос все равно есть, но просто нет ажиотажа. Мы сейчас с вами работаем просто в спокойной, уверенной обстановке. Выставили объект недвижимости, неделя-две нашелся покупатель, вышли на сделку, продали. И так постепенно работает сегодня первичный и вторичный рынок недвижимости. То, что касается других городов, у нас особыми, скажем так, после Барнаула лидерами является Биска-Белокуриха. По Биску цены тоже откорректированы и выросли за этот период времени, за 2021 год. Спрос есть, но там объектов немного. В Белокурихе был какой-то период времени, что не было строящегося жилья, покупали готовое жилье, и там всегда цены были чуть выше, скажем так, цен такого провинциального курортного города. Поэтому по Белокурихе все спокойно, все стабильно, в основном покупают из других регионов. Люди, которые хотят там провести свою, скажем так, вторую часть жизни, более спокойную, без гонки на работу. В чем причина такого резкого скачка цен? В первую очередь спросом. Спрос был подогрет, первое, это самой ценой, что сама цена каждый квартал поднималась, в первую очередь, на первичном рынке. Застройщик, выводя новый квартал на рынок, ставил цену дороже, чем уже существовали продажи в других кварталах. И человек, понимая, что он не успевает сесть в эту электричку, ажиотажно начинал приобретать инвестор в этих домах квартиры. Второе, мы понимаем, что идет все-таки инфляция, и мы понимаем, что обесценивание рубля влияет на то, чтобы люди спасают свои деньги. Они берут первоначальный взнос минимальный, 15% вкладывают, берут ипотеку, которая продолжает существовать под 6% годовых, а то и меньше с акциями, с банка, с застройщика, доходит даже 0,1% и 1% где-то по некоторым ЖК. И, конечно, вкладывают деньги для того, чтобы сохранить эти деньги. Ну и третье, это, в принципе, спрос на то, что хочется жить в новом жилье. Если мы говорим об однокомнатной квартире, то в начале 2021 года на первичном рынке квартира стоила 1,700,000,000. Сегодня такая квартира стоит 2,5 миллиона. То есть в среднем поднялась она на 900,000 рублей, там на 800,000,000 на 900,000 рублей. Квартиры премиум-класса очень по-разному оценены. Можно найти 100,000 за квадратный метр. Кто-то оценивает за большие деньги какие-то, обосновывая, что квартира вся готовая к проживанию, и нужно тратить еще время и деньги на ремонт. Ожидается ли в этом году еще больший рост цен на жилье или спад? Со стороны инвесторов, конечно, есть желание, чтобы цены еще росли. Со стороны, наверное, застройщиков есть адекватные желания роста, потому что удорожание стройматериалов, стоимости земли, которые вынуждены приобретать застройщики сегодня, цепляет за собой удорожание квадратного метра. А со стороны обыкновенного покупательского спроса, конечно, есть желание, чтобы цены немножко откорректировали в сторону понижения. Все будет зависеть, в первую очередь, я считаю, что от экономического положения вообще в целом Российской Федерации. Если продолжится такой же рост инфляции на отдельно взятой категории нашей жизни, слоидом, то рост будет продолжен, но, наверное, не такими темпами. Если все-таки стабилизируется экономическая ситуация, и в том числе в Алтайском крае, то, наверное, все успокоится, и цены будут стабильно, адекватными, или расти будут в рамках той минимальной инфляции, которая будет заложена вообще в нашей экономике. В связи с чем выросла стоимость на аренду жилья? Арендный рынок жилья в Барнауле был представлен в основном квартирами, скажем так, бывшими в употреблении, да, и спрос на эти квартиры был, то есть, ну, человеку приходилось выбирать из того, что есть, он платил какие-то небольшие деньги. Через некоторое время на рынок стали выходить квартиры от инвесторов, которые вкладывают деньги в первичный рынок, тратят деньги на ремонт, на качественный ремонт, и, соответственно, оценивают свою недвижимость в части аренды уже по другой стоимости. И таких квартир стало выходить много, потому что дома новые сдаются, ЖК новые вводятся в эксплуатацию, ремонтируются эти квартиры, и предоставляют уже больший, лучший спектр услуг в этой квартире, сервис. И поэтому эти квартиры стали оцениваться дороже. Квартиры бывшего употребления стали подтягиваться к этому. И сегодня, опять же, влияет на аренду квартиры та ситуация, что человек задумывается, а брать ли ему ипотеку на вторичный рынок по ставке 10 и выше годовых, нежели сейчас какое-то время поснимать квартиру в аренду. А опять же, от спроса на арендованное жилье реагирует рынок поднятием арендной платы. Такая тенденция на рост стоимости, она по всей стране или локально в каких-то регионах? Резкий скачок произошел по всей России. Это связано в первую очередь от экономической составляющей, плюс спасение денег населения. Поэтому рост произошел везде. Во многих городах он произошел так же рекордно, как у нас. Есть отдельно взятые регионы, где рост превысил не на десятки тысяч, а на сотни тысяч за квадратный метр. Поэтому, скажем так, стагнация все-таки по ценам произойдет в тех регионах, у которых наименьший спрос в принципе у населения. Я думаю, что это больше провинциальные города по России и регионы, в которые не часто едут в большое скопление людей. То есть города-миллионники, наверное, вряд ли на себе испытают резкое падение цены или резкое падение спроса. А в городах, в которых наименьшее, скажем так, пребывание нового населения, они, наверное, испытают определенную стагнацию как минимум. Комки, киоски, ларьки. Практически канули в лету. Вместо них на улицах Барнаула, как грибы, множатся торговые гиганты. Прямо сейчас подъемный кран работает в центре города. Сносит целую торговую галерею. Одно из последних воспоминаний 90-х годов прошлого века. Наш коллега Валентина Аскерова совместно с барнаульскими краеведами и журналистами ностальгировала о прошлом. Зачастую проходил вот здесь. И где вот какая-то невнятная куча нынче, стоял киоск такой металлический. Здесь периодически торговали книгами. Каждый раз была лотерея, какие книжки новые, интересные здесь появятся. Валентин Катаев, Юрий Олешев, Рентинсбек. Он автор и в буквальном смысле воспитавший журналиста Илью Кочеткова. С ними он познакомился благодаря книжному ларьку, который уже давно исчез с географической карты города. Зато вместо него в двух шагах высится книжный гигант. Эпоху небольших павильонов Илья вспоминает с нежностью. Ну, например, на тройвайном кольце Докучаева тоже была череда киосков и был киоск звукозаписи. У меня не было магнитофона в самом конце 80-х, я еще маленький был совсем. Я все новинки музыкальные от группы «Мираж» до группы «Кино» узнавал, проходя мимо, поскольку из этого киоска неслись песни, вот свежепоступившие буквально. От целой плеяды торговых павильонов на Чкалово осталась груда металлолома. Администрация потребовала снести помещение. Равнять землей киоски начали с декабря прошлого года. В советские времена прямо на этом месте стоял большой железный киосок. Его еще называли «Уралочка». Повара студенческой столовой и медицинского института продавали здесь всевозможные явства. Барнаул, собственно, как и вся Россия, во времена СССР был усыпан деревянными киосками. Со временем торговые помещения эволюционировали в железные коробки «Уралочки». В них можно было купить все, что вздумается, вспоминает краевед Сергей Ужакин. В советские киоски продавали практически всю линейку от иголок до пирожков. Были так называемые домашние кухни. Когда столовые готовили, там тесто, отваривали морковь, свеклу, картофель и выносили, и продавали. То есть хозяйка бежит с работы, заходит, уже отварной картофель приносит домой. Уличная торговая жизнь уже давно перебралась в торговые центры. Но изредка попасть в прошлое все же можно. Отголоски 90-х в городе еще сохранились. Так, на улице Некрасова больше 20 лет стоит продуктовый киосок. Но совсем скоро эти киоски останутся лишь в наших воспоминаниях. А вместо них появятся те же пункты выдачи интернет-заказов. В том, что киоски сносят, большинство ничего плохого не видят. Говорят, лишь бы на их месте не появился очередной большой монстр. А вот отдать павильонную землю под зеленую зону с лавочками и скамейками стоило бы. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский, Алексей Фризин. День с толком. В начале недели мы рассказывали об акции по приему раздельного мусора. К слову, в России только начинают приучать людей к такой сортировке. В Японии местные давно сортируют мусор по 10 категориям. Незаконный его выброс может грозить даже тюремным заключением. Крайний раз в Барнауле сбор в Торсирья на переработку проводили в ноябре. Об акции уже этого года, которая длилась 3 часа, в нашем следующем материале. Последняя суббота месяца – это значит самое время взять свои запасы и сделать большое и нужное дело. Несмотря на мороз, людей пришло много. Пластик, металл, стекло, бумага, старые вещи – лишь малая часть того, что можно утилизировать экологично. Барнаульцы идею поддерживают, привозят много. Накопившийся мусор помогают сортировать волонтеры. Для каждой категории Торсирья здесь свое место приема. В разных районах города развернули несколько мобильных точек. Стационарная – самая большая, традиционно, возле Трансмаша. Здесь трудится большая часть волонтеров. Всего в акции их участвует порядка 40 человек. На каждой коробке по одному человеку. Очень много мусора привозят, очень много сортируем. Ну а так на точке около человек 20 работает, чтобы всем помочь, все рассортировать. Причем приносить можно не только отходные материалы, но и поношенные вещи, текстиль. Исключение сумки, кожа кожзам, брезент, обувь и нижнее белье. Собранную ветошь организаторы акции направят на переработку в Новосибирск. Происходит разволокнение, сортировка в Новосибирске предварительная. Они примерно отделяют по составу и из-за вот этого критерия отправляют в разные места уже. Могут делать повторно одежду, но это очень-очень-очень крайне редко. И скорее всего даже не в России. В России в основном делают матрасы, наполнители для матрасов, а также вот эти вот половые тряпки и обтирочную ветошь. По словам организаторов, в последние годы количество участников заметно выросло до двух тысяч человек. Причем принимают участие семьями, приучая к заботе о чистоте даже самых маленьких. Наш город, наша страна, наша земля, планета – это наш дом. И поэтому необходимо вот такое бережливое отношение. И соответственно все, что можно вторично переработать, необходимо за этим и следить, и задавать, и перерабатывать. Разделяем дома по мешочкам, по пакетикам. Ну и хочу, чтобы был чистый город у нас, чтобы дети наши росли, внуки. Я своих маленьких 2 и 3 года уже приучаю. Он идет и говорит, баба, бутылки валяются. Очень обидно, очень досадно, что это не поддерживается, мало поддерживается, ну, с точки зрения администрации города. Вот, в новых домах, которые строятся, очень мало мест, где можно сдать это постоянно. То есть мы вынуждены это все хранить. За два месяца накапливается очень много. И это, ну, для кого-то может быть стать проблемой. Напомним, в Барнауле акция проходит каждую последнюю субботу месяца. Кроме апреля и декабря, сдвигается из-за праздников. В планах развернуть пункты приема и в Новоалтайске. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. Самосознание людей – это, пожалуй, главное, почему за рубежом в Европе и многих странах Азии и Южной Америки удалось сделать раздельный сбор мусора нормой с начала 80-х годов прошлого века. Для многих россиян, которым, безусловно, относятся и жители нашего края, это некая модная тенденция. А вот какова реальность и без каких мер улучшить экологическую обстановку в регионе в перспективе не получится, мы поговорили с ученым-экологом Владимиром Кирилловым. Есть территориальная схема управления отходами Полтайского края, разработанная в Институте водно-экологических проблем, и она есть, она частично реализуется. Там заложен, соответственно, раздельный сбор мусора, но все это происходит в нашем крае как точечно, малообъемно и поэтому на сегодняшний день малоэффективно. К сожалению, мы с вами сейчас находимся на типичном, видимо, участке нашего города, где собирают мусор. До недавнего времени здесь был другой вариант, когда забирали контейнером для сортировки, теперь почему-то перестали. Почему? Ну, это, видимо, та организация, которая это делает, у нее свои аргументы. Но на сегодняшний день большая часть мусора в городе Барнауле, по крайней мере, не сортируется. Даже на полигоне, насколько я знаю, не более 10% я знаю конкретных людей в Вене, например, которые в течение 20 с лишним лет зарабатывают и немало на этом, на переработке вторичного сырья. То есть практика западных стран для нас есть, но есть у нас и уже в Московской области, по крайней мере, я точно знаю, через наши общественные организации, что действительно там есть люди, которые занимаются точечно, опять же, по отдельным вариантам. То есть либо это батарейки, либо это бумага, либо стекло, либо, значит, вот пластик. Наиболее широко используется перерыватый пластик. А в Алтайском крае беда со стеклотарой, со стеклом. Соответственно, вот есть вариант, был вариант, вернее, когда вторичное использование было, это один вариант. И просто бой стекла, я знаю точно, что руководство Новосибирского завода «Экран» возит стекло из Хабаровского края. А тут рядом с Алтайского края получается хуже. Почему? Потому что вот сбор стекла, независимо от того, для боя или для вторичного использования, натолкнулся на такие, ну, казалось бы, смешные трудности. Аренда земли под киоск для сбора стеклотары в городе Барнауле идет по той же цене, как будто там стоянка, понимаете, дорогостоящая. То есть неправильная организация с точки зрения государственной власти этой деятельности. Стимулировать людей, которые идут на этот бизнес, даже помогать им через фонд, может быть, поддержки малого бизнеса. Но без такого вот государственной поддержки этой замечательной инициативы не будет решен вопрос со сборным и переработкой мусора. Надо финансово стимулировать эту деятельность. Соответственно, как имеется в виду общественным организациям, и просто людям платить за этот мусор, что делается в многих странах. И вы получите еще дополнительный сигнал положительный. Вот. Соответственно, минус у нас то, что поручили государственным организациям, Министерству природных ресурсов, Министерству строительства. А у них других забот полно. Я бы переключил немножко ответственность на общественные организации, но опять нужно финансово стимулировать волонтеров, как я не люблю это слово, добровольцев, чтобы они занимались этим более обоснованно, мотивированно. Пока площадок мало, они работают редко и стимулировать, я говорю, финансово нужно и организаторов, и тех, кто привезет. Потому что люди хотят, я точно совершенно знаю, что у людей нормальные отношения, это и воспитательный момент там есть, и дело в том, что социальный тоже очень важен, потому что люди очень хотят жить в красивом городе и дышать чистым воздухом, и жить в чистоте в полном смысле слова. Одна из тенденций этой недели – ограничение по числу мероприятий. Многие из-за подъема заболеваемости ковидом были просто отменены. Но это состоялось. После ремонта торжественно открыли в старейшую детскую библиотеку имени Крупской. Почти шесть месяцев юные читатели брали книги только на дом. Теперь залы открыли вновь. После реконструкции их стало больше, как и книг. Подробности у Анастасии Наборщиковой. Старейшая в Сибири детская библиотека открылась сто лет назад. В 22-м году прошлого века двери распахнул тесный деревянный дом. Сегодня тысячи книг лежат на полках просторного медиазала и книгохранилища. Деревщики. Древние, преддревние. Я помню. Модернизация библиотеки имени Крупской обошлась краю почти в 11 миллионов рублей. Ремонта здесь не было три десятилетия. Пришлось разработать дизайн-проект, обновить частично стены и заменить мебель. Из нового. Светодиодный экран в медиазале и лофт-зона для подростков. Еще даже когда не был завершен ремонт, уже дети заходили. Даже наши строители все время удивлялись. Мы даже не думали, что в библиотеку ходит столько много народу. Можно сказать, буквально лезли в окна. И когда библиотека открылась, конечно же, у всех одна реакция. Вау! Наконец-то вы открылись. То есть буквально сейчас вот заходила женщина, вы открылись. Тогда мы сегодня придем с внучкой. Ходишь, читаешь книги, которых нельзя брать нигде. То есть они есть только здесь. Вот сейчас книга «Мостквест» Андрея Живолевской. Очень интересно. Сейчас читаю. Прочитали все мои знакомые. Книги на фонд библиотеки тоже обновили. Теперь малыши могут читать 4D-книги. Для этого нужно скачать приложение, навести камеру на книгу. Динозавры буквально оживают. В магазине цена такой книги переваливает за тысячу. А в библиотеке вам выдадут ее бесплатно. Тем более выбор есть. За счет федерального бюджета купили 2000 новых книг. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Накануне в Пекине стартовала зимняя Олимпиада. Из-за сложной петобстановки проходит она без зрителей. А вот многие спортсмены уже находятся в Китае и проводят мини-тренировочные сборы перед главным стартом в их карьере. К слову, наш регион будут представлять три спортсмена. Биатлонист-уроженец Заринска Даниил Серохвостов и два барнаульца. Конькобежец Виктор Муштаков и нападающий сборной России по хоккею Кирилл Марченко. Будут ли следить барнаульцы за главными зимними стартами последних лет? Мы узнали у самих горожан на улицах Барнаула. Не, нет. Не любите Олимпиаду? А какая будет Олимпиада? В Пекине зимняя. Посмотрим. Если наших пустят. А пока наших пустили, уже трое спортсменов из Алтайского края даже будет. О, ну тогда есть смысл посмотреть. Будете смотреть предстоящую Олимпиаду в Пекине? Буду. А за кого будете болеть? За Россию. А за наших алтайских спортсменов отдельно будете болеть? Конечно, обязательно. Да, смотрим. Да, за кого будете болеть? Ну, конечно, за наш. Ну, возможно, буду. Не. Не любите корт? Мне некогда смотреть. Все, хорошо, спасибо. Конечно, я думаю, что как каждый житель Алтайского края буду смотреть, буду болеть. Да, буду. Обязательно. А за кого будете болеть отдельно? Отдельно ни за кого, в целом за Рыльских. Три спортсмена из Алтайского края будут выступать на Олимпиаде, может быть, их отдельно будете просматривать? Я даже не в курсе, как кто это. Конькобежин, Муштаков, Биатлонин, Сырохостов и Марченко в хоккейной сборной. Вот теперь буду. А на этом у меня все. Всем желаю здоровья. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд погоде спонсор прогноза компании Валар. Продолжение следует...